Здравствуйте! На канале ФКТ Время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. На Мамайском перевале необходимы четыре полосы. Об изменении дорожной схемы курорта шла речь на сессии городского собрания Сочи. Ларькам не место на детской площадке, а аварийным трубам в домах. Глава Сочи встретился с жителями микрорайона Донской. В Сочи пройдет марафон детской безопасности на дорогах. Участие в нем примут все муниципальные образования края. В Сочи установили новый рекорд. Тысяча танцоров из 10 стран и 15 регионов России приняли участие во флешмобе. К концу 2018 года на Кубани появится пять центров молодежного инновационного творчества. Их создадут на примере федерального Сириуса и тем самым реализуются задачи президента России по развитию дополнительного образования. На заседании попечительского совета фонда «Талант и успех» Владимир Путин отметил, что за два года Сириус посетили почти 15,5 тысяч юных дарований. Однако он не вмещает всех талантливых детей страны. Поэтому необходимо во всех регионах создать структуру подобных заведений. В Краснодарском крае работа уже начата, отметил губернатор Вениамин Кондратьев. Он заявил, что искусством, наукой и спортом уже занимаются в Курганинске и Горячем Ключе. Первые центры молодежного инновационного творчества, акцентировал глава региона, не случайно появились в небольших городах. Ведь там юных талантов порой больше, чем в крупных населенных пунктах. Он добавил, что в этом году на Кубани откроются еще три подобных Сириусу-центра. Еще два в 2018-м. В Краснодаре собираются построить исторический парк «Россия. Моя история». Это будет своеобразный патриотический центр, где в различных форматах расскажут и покажут историю страны и края. Об этом журналистам рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. Он заметил, что развитию этнографического туризма на Кубани сейчас уделяют много внимания. В регионе уже есть удачные примеры. Это казачья станица Атамань. Ее открыли в 2009 году. Там уже побывали миллионы туристов. Напомню, что о необходимости популяризации этнокультурных брендов на Совете по межнациональным отношениям накануне заявил Владимир Путин. Дмитрий Медведев высоко оценил благоустройство Краснодара. Премьер-министр сегодня вместе с губернатором края Вениамином Кондратьевым прошелся по центру кубанской столицы. Председателю правительства показали сквер дружбы народов. Это один из удачных примеров организации общественного пространства. Как отметил глава региона, сейчас по всей Кубани, даже в небольших станицах, активно создают зону отдыха и новые парки. О том, как ими должны быть города будущего, говорили уже на форуме «Городская среда», который открылся в Краснодаре. Там представлены проекты со всей России. Дмитрий Медведев выступит на планерном заседании. Участие в нем также примет губернатор Краснодарского края. В регионе в этом году на формирование комфортной городской среды направят более полутора миллиардов рублей. Сегодня состоялась завершающая сессия городского собрания Сочи перед летними каникулами. Депутаты рассмотрели около 20 вопросов и заслушали отчет о деятельности УВД Сочи. Тема, которая вызвала наибольшее обсуждение среди депутатского корпуса, касалась организации на курорте дорожного движения. Активный летний сезон обострил проблему пробок, особенно в Лазаревском районе. С увеличением потока туристов, которые приехали на собственном транспорте, на Мамайском перевале введено реверсное движение. Утром открыты две полосы на въезд в город, а вечером наоборот. Дорожно-транспортная установка в городе Сочи на текущий момент остается крайне сложной. В настоящее время разговоры этого городного сезона несколько раз увеличивается эффективность дорожного движения. Нам на Мамайском перевале нужна еще одна полоса движения, чтобы постоянно было две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону. То есть наше обращение на сегодняшний день, федеральное агентство дорожного движения о том, чтобы еще одна полоса была там построена, оно уже принято. И уже идут проектные работы. В поселках Лауи-Бордане назрело необходимое строительство надземных и подземных пешеходных переходов. Они появятся к следующему лету. Пока же казаки организуют переходы людей через федеральную трассу. Депутаты настаивают, все курортные дороги должны быть доступны для проезда. Всего по Лазаревскому району будет пять построенных пешеходных переходов на следующий год. Сейчас ГИБДД занимается новой схемой дорожного движения с возможной заменой знаков и разметок. Сегодня этот вопрос очень важный. Мы специально вынесли и вы видели, мы указали просто, и уже спора не было. Правильно мы определили точки первоочередные по нашему городу? Правильно. Когда мы увидели сами реально на видеоматериале, который сегодня на сессии просматривался. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания «ФКТ». Сочи возглавил десятку самых популярных курортов у зарубежных туристов. Данные опубликовало аналитическое агентство «Турстат». Компания проанализировала информацию о размещении иностранных туристов в городах-курортах России и составила рейтинг. По нему оказалось, что чаще всего зарубежные отдыхающие отправляются в Сочи. Далее идет Ялта, а за ней – Анапа. На Черноморском побережье иностранцы проводят обычно 10 дней и тратят на проживание в сутки чуть больше 4 тысяч. Геленджик в рейтинге занимает четвертое место, а замыкает список Светлогорск. В Сочи в 200 метрах от берега прошел смерч. Это явление природы накануне наблюдали отдыхающие на пляже центрального района. Они выложили видео в сеть. По словам купающихся, перед этим резко потемнело небо и поднялся сильный ветер. В небе над морем появилась воронка, которая опустилась на воду. Такой вид смерча называют бичеподобным. Это один из самых распространенных видов и считается слабым. Наблюдать такие воронки в Сочи можно часто, но вот приближаться к ним специально все-таки не стоит. В Сочи сегодня в аварии погибла женщина. ДТП в Дагомысе попало в социальные сети. На кадрах видно, как иномарка поворачивает на перекрестке, не уступая дорогу водителю мопеда. Происходит столкновение. Мужчина от удара слетает со своего железного коня и остается на асфальте без движения. На мопедисте нет защитного шлема. После столкновения женщина-водитель выходит из машины. Появляется и наряд ДПС. По данным очевидцам, мужчина остался жив. Не так повезло сегодня автолюбительнице в районе Зеленой Рощи. Там произошло ДТП с участием двух автомобилей. Женщина-водитель, выезжая с второстепенной дороги на главную, не пропустила ландкрузер. Удар пришелся в ее сторону. Но она погибла на месте. Мужчину-пассажира госпитализировали. Самшит в окрестностях Сочи под угрозой. Всемирный фонд дикой природы продолжает работы по выделению лесов высокой природоохранной ценности с участием реликтового эндемика Кавказа. Самшита Калхицкого в Краснодарском крае Республики Адыге. Причиной организации работ послужил ввоз самшитовой огневки на территорию Краснодарского края в 2012 году и ее последующее активное расселение в лесах Северо-Западного Кавказа. В этом году Центр защиты леса Краснодарского края продолжил работы по инвентаризации самшитников, но уже на территории южного макросклона главного Кавказского хребта. На сегодняшний день самшит здесь произрастает на землях подконтрольных трем учреждениям – Кавказскому государственному заповеднику, Сочинскому нацпарку и Туапсинскому лесничеству. Все деревья самшита, обследованные в прошлом и нынешнем годах, имели следы опадания листьев из-за воздействия чужеродного вредителя. В некоторых массивах, например, в Тисо-самшитовой роще, в сентябре 2014 года была уничтожена даже кора. К концу 2016-го из полутора тысяч локальных популяций самшита выжили лишь отдельные группы растений в долине реки Шахе. Сегодня популяции самшита, сохранившие живые растения, обнаружены только на 61 участке. В этой ситуации отмечается в докладе Фонда дикой природы только оперативные усилия различных ведомств, поддержанные правительством Российской Федерации при осознанной поддержке местного населения, могут спасти реликтовые леса. Ларькам не место на детской площадке, аварийным трубам в многоквартирных домах. Большая часть обращений к главе Сочи на его встрече с жителями микрорайона Донской оказалась просьбой о помощи. Почему вопрос не могли до этого решить на местах, узнаем из следующего сюжета. Пасечная, 18. Вплотную к детской площадке собираются пристроить ларек по продаже хлеба. Жители недовольны и соседство магазина с качелями не устраивает, и прохода из-за торгового объекта лишились. Глава Сочи постановил, переезд ларька на продажи не повлияет, а потенциальным покупателям будет спокойнее. Разберитесь на месте, если даже это и хлебокомбинат, и он там прямо в детской площадке пристроен, не надо. Поставьте там, пусть он чуть справа, чуть лево, люди за хлебом пойдут куда угодно. А вот на Чехово, 29, жители пожаловались на аварийный газопровод. У меня газовая труба, находящаяся на Казаке, когда заходишь в подъезд, образовалась трещина. Вызвали в аварийную службу, они положили бонтаж и по сегодняшний день. Анатолий Пахомов выслушал жильцов и попросил ответа у Горгаза. В результате ситуация, которая не решалась с октября прошлого года, сдвинулась с мертвой точки. В общем, давайте сделайте там, не такие деньги, я даю вам поручения, разбираться мы не будем. Давайте. Они сейчас сделают. Волнует жителей количество детей в школьных классах. Глава города отметил, вопрос решится, когда будут введены в эксплуатацию два новых корпуса 23-й школы, что на улице Виноградной. Один из них – бывшая недостроенная больница. Таким образом, добавится еще 800 мест. И те, кто ездит на Донскую учиться с Мамайки и окрестных районов, смогут пойти в новую школу. Также в планах на следующий год построить дополнительные корпуса к школам номер 15, 11 и 82. Галина Моисеева, телекомпания ВКТ. Во вторник, 25 июля, воды не будет на Мамайке. Причина – ремонт водовода по улице Плеханово. С 9 утра без холодного водоснабжения останется жилой фонд по улицам Плеханово, Волжская, Загородная, Фадеево, Стартовая, Анапская и Полтавская. Завершить работу и планируется к 10 вечера. И к другим новостям. В Сочи состоялся традиционный благотворительный вечер, который объединяет всех, кто хочет творить добро. Его учредитель – общественная организация «Лига женщин МОЗ Добра». Возникла она 7 лет назад по инициативе супруги главы курорта Елены Пахомовой. За это время удалось осчастливить не одну сочинскую семью. О добрых делах «Лиги женщин» наш следующий материал. Семилетний Тигран не может насмотреться на свою новую коляску. Это подарок от «Лиги женщин МОЗ Добра». Еще больше рада его мама Карина Эксузян. Предыдущая была просто неподъемной. Особенно было неудобно в поездках, говорит женщина. Мальчик 3-4 раза в год должен проходить реабилитацию. У него врожденное заболевание – грыжа спинного мозга. Этот факт заставляет семью регулярно путешествовать. «Было очень неудобно мне. Ни в поездку я с ней не могла. В самолеты очень было неудобно. То есть я вообще не справлялась одна с ним. И спину себе надорвала с той коляской. В общем, не мобильная была. Поэтому нам очень хотелось какую-нибудь легкую». Легкой оказалась не только коляска, но и путь к ней. Стоило только обратиться в общественную организацию, как тут же пришла помощь. Но семья Эксузян не единственная, которой помогла Лига Женщин. На благотворительном вечере осчастливила еще не одну. Владимир Кожемякин получил из рук президента организации Елены Пахомовой долгожданный сертификат на приобретение кислородного концентратора, который так необходим его маленькой дочке. «Для меня такое открытие, что супруга мэра города занимается благотворительностью, что она находит на это силу и время. И вообще она могла бы ничем не заниматься. И от этого ее статус не был бы ниже. Но она проявляет свои качества как человека. И я считаю, что это большое дело». «Это очень хорошее начинание. Очень благотворительное, божественное, можно сказать, дело для каждого человека, который делает это от души». Общественная организация, которую возглавляет супруга мэра Сочи Елена Пахомова, творит добро вот уже 7 лет. И речь идет не только об адресной помощи. Деятельность Лиги женщин многогранна. От помощи медицинским учреждениям до поддержки талантливых детей. А, к примеру, каждый год перед Днем знаний благотворительная организация приобретает форму для школьников. Начинали с 200 комплектов. В этом же году будет подарено более 2000. Но подготовкой к 1 сентября работа не ограничивается. Лига женщин смотрит и в более далекое будущее. «Мы уже думаем о том, что в августе нам надо заказывать новогодние подарки, которые в этом году будут уже 10 тысяч подарков. С учетом прошлого года в два раза больше, потому что в прошлом году было 5. И в этом году будет даже, я хочу сказать, 3 дня елок. И будет 10 тысяч детей участвовать в этих трех днях». В качестве подарка сочинские дети получат настоящие сказочные приключения. Театр премьера подготовит насыщенную новогоднюю программу. Но Лига женщин «Мост добра» продолжит помогать тем, кто особенно в этом нуждается. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочи установили новый рекорд. Тысяча танцоров из 10 стран и 15 регионов России приняли участие в танцевальном флешмобе на «Розахутор». Самое масштабное танцевальное событие курорта стало кульминацией программы «Лагеря про танцы». В течение недели участников проекта ожидали 83 мастер-класса от ведущих российских и международных хореографов. Танцевальный флешмоб продемонстрировал гостям курорта не только эстетику танца, но и идею единения танцовщиков со всего мира. Главной же задачей самого лагеря стало развитие танцевальной культуры в стране. Для этого организаторы собрали самых разных профессионалов, в том числе и с шоу «Танцы на ТНТ», чтобы у участников была возможность ознакомиться с полным спектром танцевальных направлений и стилей. Впервые лагерь прошел в Сочи в 2016-м. В этом году проект значительно вырос, количество участников возросло в 2,5 раза. Флешмоб был нереально позитивным. Это было что-то нереально масштабное. И я был бы рад еще поучаствовать в таких флешмобах, наверное, раз в 100. А то и больше. Это было круто. Хореографы все очень крутые, сильные, дают большую базу знаний, которые можно использовать в будущем и развивать себя как танцора. В Сочи пройдет марафон детской безопасности. На дорогах участие в акции примут все муниципальные образования Краснодарского края. Первыми стартуют марафонцы в Сочи, Тихорецке, Кропотке, Неармавире, Ейске и Кущевское. Финиширует акция в Краснодаре 19 августа. Участники компании – несовершеннолетние пассажиры, пешеходы, велосипедисты, которые передвигаются строго по правилам дорожного движения. Мероприятия для них пройдут на летних и школьных площадках, в детских садах, лагерях, парках и скверах в виде лекций и игр и конкурсов. Инспекторы ДПС во время патрулирования будут проводить разъяснительные беседы с водителями и пешеходами, напоминая им о детской беззащитности на дорогах. Участникам будут вручать листовки. Законопослушные несовершеннолетние марафонцы будут награждены грамотами. Самые активные помощники – благодарственными письмами за подписью главного государственного инспектора по безопасности дорожного движения Краснодарского края. Завершится марафон флеш-мобом со световозвращающими элементами, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Краснодарскому краю. И в завершение информации от наших партнеров. Производитель имплантатов из Израиля впервые в Сочи проводит акцию во всех филиалах стоматологической клиники «Валеденталь». Практической имплантации и протезирование за один день во время акции до 31 июля цены снижены на 30%. А Центр доктора Бубновского в Сочи поможет вернуть здоровье позвоночнику и суставам индивидуальные программы, врачебный контроль и сопровождение специалистами. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Кабеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова